Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Капитан Очевидность и Набутыль Слабозадович. Приветствую вас, друзья. Если роутер накроется, в этом будешь виноват, ты понял? Итак, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. И вот пришло время ответить на многие накопившиеся вопросы, друзья. Касаться они будут, конечно же, Варфейса и моего мнения о том, что происходит с этой нашей прекрасной игрой. Поговорим также о состоянии Battle Teams 2 и что я об этом думаю. А также коснёмся вопросов относительно второго сталкера. Меня этим прямо заклевали. Рокутагин, что ты думаешь? Рокутагин, что ты ждёшь? И даже есть вопросы людей, судя по всему, из другого временного промежутка. Они из другой вселенной. Они спрашивают, где прохождение сталкер 2? Похоже, эти пацаны закладки с хабаром уже нашли. Итак, приступим. В самом деле, интересно узнать, что же нового ты можешь рассказать про наш любимый Варфейс? И вот это хороший вопрос, Капитан Очевидность. Казалось бы, а о чём можно говорить про Варфейс? Но на самом деле некоторые вопросы имеются. И некоторые утверждения, которые можно, скажем так, с ними согласиться, можно провернуть. Самое частное, что я могу слышать, это то, что Варфейс умер. Вообще-то нет. Особенно забавно, когда пишут люди что-то в стиле, Варфейс уже всё, ракуха, пойдём играть в калибр. Чё, с дуба рухнули? Какой калибр? Там вообще онлайна нету. В принципе, вообще никогда и не было. Вопреки вот этим всем крикам, что Варфейс всё, уже всё, там никого нету, ребята, да тут всё, тут понятно, туда-сюда. Тем не менее, онлайн летом держится 28 тысяч. Для местечковой игры, не самой крупной, это прямо очень хорошие показатели. Прямо это, знаете, это неплохие показатели даже для какой-нибудь такой среднечковой игры в стиме. Да нет, это даже повыше, чем среднечковой. Это в целом-то гаднотелло. С другой стороны, имеется мнение противоположное. Говорят, типа, да не, ну Варфейс за всё ништяк, как было, так и есть. И тут тоже это не совсем верно, друзья. Говорить о том, что Варфейс как-то стабилизировался, можно будет примерно где-то в октябре. Объясняю почему. Как вы помните, зимой и весной, вот перед тем, как начался период отпусков, там, каникул, вот этого всего, онлайн у нас был чуть меньше 40 тысяч. Примерно 38-39, иногда 40 тысяч был онлайн. Так вот, кто не понимает, существует такая тенденция. Так, каждую осень онлайн немножко опускается. То есть, на самом деле, конечно, он опускается не осенью, но, например, осенью-зимой. Например, если вот в эту зиму у нас, допустим, там, 40 тысяч онлайна, проходит лето, онлайн снижается, потом люди возвращаются, там, из отпусков и так далее, после каникул, но возвращаются не все. Понимаете, если в этом году было 40 тысяч, то на следующий год, допустим, стал средний онлайн осенью-зимой, там, 38 тысяч. И как мы знаем, на данный момент, особенно сейчас, в межсезонье, в общем, боевого пропуска нет, ничего нет, онлайн у нас примерно 28 тысяч держится. Зимой, весной еще был 38 в пике в среднем. И вот сколько потерял, или же, может, не потерял, или даже приобрел Warface, мы поймем примерно в середине, в конце октября. Когда люди полностью отойдут от отдыха, пройдет этот первый небольшой период учебы, то и снова 3 сентября, вот эти все дела. И люди войдут в свою привычную, скажем так, зимнюю спячку, зимнюю рабочую колею, и многие снова начнут играть в Warface. И вот тогда мы увидим число, которое и скажет нам о том, Warface все-таки еще более потерял популярность, или же стабилизировался, или, может быть, бывает такое тоже, онлайн даже вырос. Поэтому однозначно что-то говорить, что, типа, все ништяк, все хорошо, даже стало лучше людей, стало больше играть, нельзя. Но и нельзя говорить того, что, типа, все плохо, все, как бы, все похерено, все закончено. Ребята, ждем октября, октябрь, особенно конец октября, будет ярким показателем. Ты вот лучше скажи, как считаешь, а лодусы со своей работой вообще справляются? На этот вопрос, Капитан Очевидность, ответить достаточно сложно. А лодусы, которых многие продолжают хайть. А лодусы, которых многие стали хвалить. А лодусы, к которым лично у меня есть пара претензий. Первая претензия заключается в том, что они, понимаете, избирают некоторые механики, некоторые фишки, и ни в коем случае не хотят от них отказываться. Вот прямо они, знаете, они пробивают, сука, молотом прямо, недовольство игроков врубаются прямо, несмотря ни на что. Нет, мы все равно это сделаем, хоть вы прямо, хоть лопнете. Но будет так, потому что мы решили. Говоришь им, ребята, ну давайте как-то по-божески с деталями, туда-сюда, ежедневные контракты. Сейчас, слава богу, хоть что-то сделали. А до этого, сколько мы мучились с этим. Говорим, может, где-то еще что-то отсыпьте, нормально, чтоб человек мог играть только там и рэмки что-нибудь и получать, чтобы все было ништяк. И так по многим вопросам. По многим вопросам пытаешься до них достучаться, что, ребята, ну блин, так же будет лучше. Вы так и так, и вот здесь вы заработаете, там можно вот так сделать. Будет то же самое, будет ништяк, и игроки будут довольно до жопы. Нет, сука, мы хотим вот так. И точка. Трочка и точка. Кстати, неплохой девиз получается для какой-нибудь геймдев-компании. Хватайте, пока никто не запатентовал. Это первая причина у меня, дорогие разработчики, к вам, то, что вы прямо вот не пробиваете. Вы считаете, что вы самые правы. Мы понимаем, да, что у игроки разные, у игроков разное мнение, но есть те вопросы, где большинство игроков, они абсолютно солидарны. Ваша задача, понимаете, учитывать их мнение и сделать что-то действительно хорошее, что устроит их, но при этом устроит и вас. Вы же предпочитаете, к сожалению, от мнения игроков отмахиваться, иногда отвечать в стиле, не планируется, не рассматривается или нет, такого вообще не будет. Печально. Вторая же проблема наших дорогих разработчиков это стремление поломать то, что хорошо работает, а именно изобретение велосипеда. Вторая претензия перекликается с первой, потому что игроки, там, блогеры, тебе спортсмены говорят, ребята, не надо. Разработчики говорят, сделаем все равно. Ну, по-любому надо, но нам-то въеднее. Ну, конечно, они же все уже прокачались до максимального ранга, целый день играют в эту игру. Они-то знают, как это должно быть. Ну, вот у меня тут, допустим, записано, я себе делал пометочку. Мувмент. Мувмент, который игроки просили не трогать. Не делать все эти топоры, там, плюс 10, темпа бега, там, скорости и так далее. Просили вас. Не надо ломать скорость передвижения игроков. Не надо. Прошлые разработчики, нравятся они вам? Не нравятся. Но они очень много шишек по этому поводу набили. Очень и очень много. И пришли к каким-то готовым работающим решениям. Которое, с одной стороны, позволяет учитывать все необходимые тайминги при соревновательной игре. С другой стороны, те настройки позволяли плюс-минус все-таки рассчитывать на какой-то результат при стрельбе. Ну, ведь синхронизация на сервере, там, у клиента, сами понимаете. Скорость тут тоже имеет значение. Плюс анимации. И в конечном итоге они пришли к какой-то формуле, которая пусть не идеально, но работала. Наши новые разработчики посчитали, что... Да мы сейчас такой... Мы Алоды разрабатывали. Мы сейчас сделаем ММО-РПГ. Вы просто охренеете. И мы реально охренели. Это птица! Нет, это самолет! Нет, это человек в быстром сете, с топориком, бегущий по карте. И обгоняющий всю свою команду метров на 50. А вон, следом за ним по небу, тоже очень быстро полетели пуканы любителей РМа. Запущенные на жопной тяге. К сожалению, друзья, именно так оно в итоге и получается. Теперь разработчики пришли к мнению, что оказывается, все-таки надо установить какой-то лимит скорости. То есть, дорогие мои разработчики, вы начали все по новой. Понимаете, вы изобрели колесо, потом вы изобрели второе колесо, потом цепь, потом, сука, изобрели велосипед. Надо же! Оказывается, скорость должна быть какая-то разумная, ограниченная. То есть, вы пришли к тем же результатам, что наши прошлые разработчики несколько лет назад. И, если быть точным, еще за несколько лет до того, как вы стали вообще хоть какое-то отношение иметь к Warface. Это не хейт. Я просто прошу вас понять это. Что многие вещи, которые есть, их не надо ломать. Их не надо ломать. Не надо их ломать. Они нормально работают. Не все в этой игре, слава тебе, господи, было сделано через жопу. Многие вещи вполне рабочие. Или, если они не идеальны, то их можно коснуться в последнюю очередь. Серьезно. Справедливые замечания. А ты скажи нам, братуха, ты Warface вообще будешь снимать? Конечно, буду, Капитан Ачевизнесс. Вы знаете, друзья, я хочу делать много подкастовых видео. Играть чисто вот просто, играть на какие-то РМ мне поднадоело. Но мне интересно побегать в Миско. Но Павлик, он вечно живой, сука. Ещё 10 лет пройдёт, я также смогу на депо бегать. Если депо будет существовать. Это мне нравится. Я люблю Павлик поиграть в Миско, там, мозголомчики поставить туда-сюда. Там, трипл-типы, муки-килы, камбари, сука, доминаторы. И вот на фоне всего этого мы можем обсуждать самые-самые разные вопросы. Ну, например, что-то вот типа такого подкаста. Или что-то другого. И, собственно говоря, ещё будет один анонс сегодня. Но об этом позже. В целом, да, Warface я буду снимать. И снимать буду, скорее всего, всё-таки на этот канал. Потому что на том канале, как бы, Warface показал себя как немного лишний проект. Там он не нужен просто. Не нужен, там вообще, как бы, там много вопросов. Но там всё будет хорошо, но будет без Warface. Здесь будет Warface. Меня удивило, но я не снимал на этом канале ничего. 7 месяцев я выпустил видео. И оно, по статистике, пошло, в принципе, не так уж и плохо. Я думал, будет намного хуже. Так что, нормалды. Снимать будем здесь. И снимать будем преимущественно какие-то обсуждения. Подкасты. По Warface, сука. Разборчики, там, сборочки, все дела. Ну, вы поняли, как бы. Есть что обсудить. В нашей игре всегда есть чего коснуться. И всегда, сука, есть то, что коснётся тебя. Ясно, Соловей. Спойка нам теперь про Battle Teams 2. Да, капитан Очевидность. Хорошо, что напомнил мой друг вот этот вот. Только попробуй меня ещё назвать, как сегодня вначале. Да. Итак, да. Battle Teams 2. Всё, как я и думал, друзья. Battle Teams 2 стала отличной, развлекательной игрой для тех, кто любит паблик. Для тех, кто любит миско. У меня, собственно говоря, в этом не было никаких сомнений, потому что она выполнена в этом плане в лучших традициях шутеров. Карты простые, интуитивно понятные, с контры там взят. Это я не говорил. В общем, всё прекрасно. Всё хорошо, всё выверено, сука, проверено поколениями. Замечательно работает. Механики простые, блин. Стрельба достаточно казуальная, не геморная. Самое-то, блин, вот пришёл после работы человек, после учёбы и расслабиться, понабивать там, хэдшоты поставить, фраги понабивать там, фазумы поделать. Да просто идеально, я не знаю, блин. Ну, без шуток, вот говорю как есть. Чисто паблик, наверное, в Battle Teams и даже интереснее, чем в Warface. Вот паблик там очень классный. Паблик суперский. Что касается рейдингов, не знаю. Как бы там разнятся показания. Одни говорят, всё прекрасно находит, они играют, что-то качают, другие говорят, онлайна нету, долго ищу. Короче, непонятно, не знаю, ничего не могу сказать. Дело в том, что последнее время мне просто, у меня вот пропало это желание, понимаете, в шутерах доказывать, что у меня там самый большой писюнка. Набивать тысячу мясорубок, брать первые лиги какие-то. Уже столько всего этого взято. Взято даже вот в RM 3.0 этот Grandmaster был взят. И как-то я вот взял этот Grandmaster и думал, ой, буду в каждом сезоне Grandmaster брать. Да нет, как-то желание прошло, нет. Мне нравится, я пабликмен, я люблю паблики бегать. Может быть, если бы вышла какая-нибудь королевская битва, где был бы рейтинг, и мне бы очень нравилось. Вот. Ну, может быть, да, может быть такое что-нибудь. Я бы поиграл, даже позадротил. Там, типа, Апекса что-нибудь, такие дела. Но Апекс как бы не судьба. Ладно, продолжаем. В общем, Battle Teams как игра для паблика, как игра развлекательная после работы. Вот именно такая душина, прям приятно провести время без всякой личной дрочи, вот этого всего. Прямо, понимаете, чтобы сочно было, чтобы приятно, как в былые времена ангарчики, сука, ну биты. Всё есть, всё. Вот в этом плане всё хорошо. Как паблик игра, она прекрасна. Это развлекалово вечернее после работы учёбы. Как рейтинги, ничего не могу сказать. Я думаю, что там ещё не всё готово, ещё шлифовать. Но, в целом, пока что я вижу, что определённая аудитория у проекта есть. Как там будет дальше, так будет. Я не снимаю её по одной простой причине. Хотя у меня даже партнёрская программа есть. Я не снимаю, потому что, опять же, я говорю, я не хочу особо задротить. Мне приятно играть в Warface, в паблики, делать какие-то обсуждения. Я такой, знаете, больше блогер стал, подкастер, так сказать. Обсуждение, вот все эти вопросы, какая-то глубокая аналитика. Вот это мне стало близко. Это мне нравится. Именно задротить пока никакого желания нет. Пока нет. Пока нет такого проекта, чтобы он был свеж, настолько прямо, сука, глубоко вошёл в моё сердце. Чтобы я туда... Может быть, не знаю, может просто я больше полюбил одиночные игры, которые снимаю. Кстати, на втором канале ссылка в описании, да. Вот. Но, так или иначе. Battle Teams пока я не снимаю. Пока, не знаю, может буду, может не буду. Тут ничего не могу сказать. Warface по-любому. Вот. И поехали дальше. А дальше, по списку, мы добрались до самого интересного, друг мой. Второй сталкер. Верно, друг мой. Второй сталкер. По нему вопросов ко мне, по-моему, больше, чем по Warface. Рокутаген, что ты думаешь? Рокутаген, каким он будет? Рокутаген, а ты уже играл? Я, друзья, уже свою блогерскую карьеру и за... Свою игровую, скажем так, жизнь понял, что никогда, вот прям никогда не надо заряжать себя какими-то, знаете, такими завышенными ожиданиями. Не надо их строить. Не надо, не надо. Не должно быть у вас завышенных ожиданий ни в коем случае. И я вас уверяю, если у вас в отношении S.T.A.L.K.E.R. 2 завышенные ожидания, вы будете крайне разочарованы. Хотя, может быть, игра будет неплохой и даже хорошей. Почему? Потому что GSC Game World всегда делают, сука, сырые игры. Это их визитная карточка. Я не знаю. Мне иногда кажется, что на самом деле это они делали киберпанк, а вовсе не CD Projekt Red. Они, понимаете, в этом деле мастаки, мастодонты, акулы бизнеса, мастера кривых сырых проектов. И тем не менее, я, друзья, второй сталкер жду. Без шуток. Более того, я надеюсь, что второй сталкер будет нормальным или хорошим. Отношение людей к данному проекту на фоне происходящих в мире событий разное. И позиции разработчиков. Но я всегда придерживаюсь мнения, что игры это игры. И любой игре я желаю благополучия. Чтоб с ней всё было нормально. Ибо исторические события приходят и уходят, а игры-то остаются. А остаются они потом с нами. И с будущими поколениями. И, конечно же, мне хочется, чтобы Сталкер 2 стал таким же успешным, как первый Сталкер. Который тоже, кстати, вышел сырым. Его долго допиливали. В общем, он был ждалкером. Было куча проблем. Но свою истинную популярность он обрёл позже. Особенно, когда появились моды для него. Мотострой Сталкера это... Вы знаете, мне кажется, это вообще уникальное явление. Ведь обычно как происходит? Выходит какой-нибудь второй халфайп, становится культовой игрой, и для него начинают делать моды. Да, для халфайпа первого, второго, очень много модов. Культовая игра, получают крутые моды, да. Ну, не такие, может быть, легендарные, известные, как в Сталкере. Но, тем не менее. Понимаете? И там, как бы, мотострой становится отличным дополнением к великой игре. А здесь же получилось так, что хорошая игра, ну, в принципе, да, для многих легендарная, но не такая явно легендарно известная, наверное, как второй халфайп, стала ещё более известна благодаря мотострою. И, скорее, вы знаете, даже игра стала приложением к мотострою, нежели наоборот. Мотострой превзошёл оригинал. Я не побоюсь этих слов. И мы даже не будем брать какие-то сюжетные моды. Мы можем просто говорить о классическом Сталкере, который с помощью тех или иных модификаций начинает приносить совершенно другие впечатления. Другая графика, другой мир, больше квестов. Основная сюжетная ветка вся та же, но ощущает эта сука на совершенно новом уровне. Но вернёмся к Сталкеру второму. Имеются, друзья, опасения. Существенные и не беспочвенные. Объясню на пальцах. Для нас с вами игры — это игры. Да. То есть мы, как игроки, заходим, получаем какой-то игровой опыт, какие-то впечатления, и, соответственно, делаем какие-то выводы. Возможно, остаёмся в этой вселенной, в этой игре на долгие годы, возможно, нет, и т.д. и т.п. В общем, для нас это прежде всего развлечение. Но для разработчиков это всё-таки бизнес. Может быть, для многих, конечно, это искусство, это тоже как бы это то, чему они отдают себя, понимаете? Всего себя отдаю своему делу. Это искусство, это произведение, это шедевр. Во всяком случае, они так считают. Но деньги в нашем мире, к сожалению, никто не отменял. Капитализм, сука. А потому проект должен приносить гроши. Если он их не приносит, если он их не приносит, если он их не приносит, заебал, грузись давай. Если он их не приносит, то, возможно, дальнейшее развитие проект не получает как бы. Всё накрывается медным тазом. И вот я опасаюсь того, что Сталкер 2 может постигнуть именно это участие. Виной тому, конечно же, мировые события. И, конечно же, немалую и, наверное, даже основную роль здесь могут сыграть решения разработчиков. Помните, как-то раз в одном видео мы коснулись такого проекта, как Shatterline. Шла разработка, всё вроде как было неплохо, и проект уже был практически готов. У проекта была полноценная русскоязычная локализация, русская озвучка была, всё было хорошо. Но при этом, правда, стилистика была, ну, не очень близка нашему человеку. Космос, будущее, что-то а-ля Apex Legends в этом духе. И разработчики сразу говорили, что они будут ориентироваться и ориентируются, прежде всего, на западный рынок. Я тогда сказал, что как бы затея так себе. Да, игра выглядит хорошо. Да, игра выглядит гаднотелло, но есть некоторые нюансы. Там, как бы, проектов таких жопой жуй. И там бюджеты такие, что у разработчиков Shatterline и близко столько нет. Может быть, лучше как-то немножко стилистику поменять, да рассчитывать на постсоветское пространство? Да, конечно, не такой масштаб, но зато, как говорится, стабильность. В итоге, на фоне мировых событий, разработчики выпилили русскую озвучку и большую часть русскоязычной локализации и в итоге получили то, что получили. Как я иванговал, на западе, как бы, все похлопали. Ха-ха, хорошо. И очень быстро, через месяц, эту игру забыли. Ру-комьюнити не имеет доступа к данному проекту, к сожалению, никакого. Трутоязычной локализации нормальной, полноценной тоже нет. В итоге можем констатировать, что проект, в общем-то, на самом деле, труп. Глядя на эти цифры, скажите мне, что 28 тысяч в Warface это плохо. Ну да, ну да. Пошел я нафиг, говорит Warface. В общем, все. Game over, так сказать. И вы понимаете, у второго сталкера та же проблема. И наступание на те же самые грабли. Позиция разработчиков, это их позиция. Но они могли бы избрать тысячи способов, чтобы эту свою позицию показать. Но они, конечно же, не придумали ничего лучше, как отказаться от фактически основного языка игровой серии и этой игровой вселенной. При этом они почему-то забыли, что традиционно именно эту локализацию используют все по советское пространство. Там Армения, Грузия, Азербайджан, там Абхазия, все, что хотите. Казахстан, Таджикистан, Киргизия. В общем, не только Европа, там Латвия, где каждый четвертый говорит на русском. Но так получилось исторически. Нравится вам или нет, но как бы... Это действие, это знаете как. Выстрел себе, сука, в ногу. Вначале так Шеттерлайн сделал. Он вначале решил отказаться от своего комьюнити потенциального. Выстрелил себе в ногу. Потом посчитал, что там-то за бугром точно у них получится. Это был уже выстрел в голову. Собственно говоря, к сожалению, GSC пошли по тому же пути. Доступ к самому преданному комьюнити отрезан фактически, но такой легальный прямой. Локализации самой ходовой нет. А теперь еще второму сталкеру придется соперничать с, возможно, новой метро, Старфилдом, Фоллаутом и другими крутыми вселенными, которые на Западе как разошли. И да, вы можете сказать, та же метро ведь зашла, ведь все будет хорошо. Но понимаете, в чем отличие? Метро, она, понимаете, более какая-то казуальная. Это типичный коридорный, можно сказать, шутант все-таки. Да, там красивая история туда-сюда, но там нету реально открытого мира наполненного. Это другое, ребята. Это другая игра. Это прежде всего сюжетка. Сталкер всегда брал свободой, путешествиями, неизведанным, поиском аномалий. И надо сказать, что какой-то популярностью он там пользовался. Там, да, там, в Европе, там, в Соединенных Штатах Америки. Да, есть такое. Но он никогда и близко такой популярности не имел, как здесь. А теперь смотрим в будущее. Что из этого, к сожалению, друзья, может получиться? А получиться у нас может такая ситуация, что, как бы, игра выйдет, ее даже немного похвалят, конечно, поругают за то, что она сырая, но все-таки в целом похвалят. И так же, как Шеттерлайн, через месяц нахрен полностью забудут. Денег нет, разработка дальнейшая встала. В итоге, друзья, это все может вылиться в то, что Сталкер выйдет, выйдет для него пару патчей, типа там, патч первого дня, потом первой недели, первого месяца, потому что игра сырая, а это 99% так будет. Я почему-то не сомневаюсь. Это вот там, где у меня завышенные ожидания, что игра будет сырая. Но это неплохо, но это то, что есть. Это потом поправят, конечно. Скорее всего, мододелы, комьюнити патчи будут. Но, в общем, выйдет несколько патчей, денег не будет. И, как бы, даже дополнения могут потом отменить. И все. Все. Game over. Бамба лейло. И на самом деле, это будет печально, потому что я бы такого исхода не хотел. Я бы хотел, чтобы Сталкер все-таки получил развитие, там, хорошее, плохое, но потом и мододелы, и все, подключились. И разработчики в этом активно участвовали, и выпускали официальные дополнения. Но, пока что, мой прогноз достаточно печален. Будем надеяться, что я ошибаюсь. Но, пока что, картина вырисовывается примерно такой, друзья. Вы можете со мной не соглашаться, это ваше право. Однако, в целом, тенденции такие. Да. Ладно, балабол задушевник, что там за анонс ты собирался сделать? О, правильно. Правильно, правильно, правильно сказал братан. Друзья, что я хочу еще сделать? Что бы мне хотелось вообще? В Warface есть темы, которые я могу обсуждать. Но, на примере Сталкера, я, друзья, могу обсуждать не только Warface. На фоне Warface, допустим. Там будет нарезочка какая-нибудь. А мы можем обсуждать, знаете, какие-нибудь мощные игровые новости. Понимаете? Новости из мира мощных проектов. Из мира гейминга. Может быть, технологий даже. Да почему бы и нет? Я бы с огромным удовольствием этим занялся. Но, захотите ли вы этого? Напишите в комментариях. С вами был Иракутагин и капитан очевидность. Желаем вам самого главного счастья, здоровья и любви. Увидимся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова